Они безразличны и по национальным вопросам, и чисто по-человеческим, и по-психологическим, и всяким. Ну, в общем-то, памятник я делал, в памятник вложился, и памятник стоит, и, конечно, вспоминаешь все, что происходило со мной, с вами, это все, конечно, отрезок жизни. А Мусаджалиль, человек, слова которого писаны кровью, я это повторяю за классиками, он бесспорный в плане своего поэтического составляющего. Но это такие немножко общие слова. Ну, вот, думаешь действительно про себя, вот, что можешь сделать ты перед ликом смерти. Вот, естественно, Мусаджалиль, например, мне, вам, всем. Не знаю, что, вот, о чем говорить. Здорово сделал, что говорить. Здорово, здорово. Здорово, здорово, здорово. Прекрасно сделали. Там характер передано его, смотрите, читать будете, подойдете через какое-то время, сходите к нему, прочитав его вещи. Да нет, я, конечно, я все читал, и все. Когда время проходит, значит, и глаза смотрят, и сердце, значит. Это так, да. Вот в интернете, значит, я листаю, я листаю хроники, мне это очень любопытно. И все, что на грани какого-то предела, будто письма с фронта женщины любви, или стихи героев, или, значит, людей, которые поднимают, поднимают в атаке, значит, своих солдат, будучи тоже солдатом, а потом став героями Советского Союза. Вот, думаешь, а что предшествовало этому? А предшествует что-то, и можно, в общем, это предшествующее, героя можно прочесть, можно распознать по поступке, по словам, по каким-то шифрам. Вот, я думаю, что Муса Джалиль – это та фигура, которая будет расшифровываться вечно. Потому что это действительно истинная поэзия в майопитских тетрадях. В майопитских тетрадях. – Можно вопрос? Когда у вас возник такой образ, то, что там… – А я работаю по конкурсам, вообще-то, и в силу того, что считаю себя профессионалом, художником, я по заданию делаю свою работу. Но как делается задание? Это же неформальная какая-то ситуация. Это обязательно надо вникнуть, это надо обязательно прочитать, это надо знать. Вот, и начинаешь читать, читаешь, 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 и тебя начинает колыхать, потрясывать. И как вот начинается этот процесс, по сути дела, это и есть вдохновение. И ты уже ничего другого не видишь, и ты понимаешь, что это твоя сверхзадача, тебе ее надо сделать. Вот, ну, тогда, когда этот конкурс состоялся, вот, в нем принимали участие люди, которых я знал, и они знали меня. Ну, естественно, сокрыты же эти конкурсные работы. Ну, там комиссия идет, она не знает, где чья работа. Она вскрывается потом, когда голосование уже конкретизировано. Вот, и в деле конкурса, конечно, вот, Абдулхан Абдурахманович, Упан Мусеевна и бывший председатель, не знаю, сейчас, может, он тоже, Казани, Союза художников, председатель. Он, значит, сейчас, как же, забыл. Я взгиб, да? Абдулхан Абдурахманович, не взаимно? Нет. Абрек Амирович был в конкурсной комиссии. Ну, вот они посчитали, что, значит, в моем проекте есть неформальная структовка. И вот, таким образом, от эскиза начался проникать. Ну, Абдулхан Абдурахманович огласил, это тоже, наверное, интересно знать, хоть и маленький такой исторический фрагмент или биографический. Когда, значит, собирает художников, оглашает, что, значит, в Татасском церкви культурном в актовом зале, значит, он и Чултан Мусеевна будут говорить о Мусе Джалиле с точки зрения рекомендаций авторам, художникам. Вот. И самый такой горючий был Абдулхан Абдурахманович. Он озадачил, по большому счету, у нас художников. Ну, что-то вот... Абдулхан Абдурахманович. Да, своим думать. Сын молдавского народа, что хочу сказать. Вот, молдаван, он прочувствовал Мусу Джалиле, может быть, даже больше, чем Датали Смолова. Далее, в Уфе кто был, видели памятник Салавата Юлаева. В таком виде мог изобразить только представитель Малого, в свое время загнанного в горы, осетился по народу. И лошадей знал. И лошадей знал. Так что, вот эти чудесные вещи происходят. Жукова стоит в памяти Жукова. Да, не конь. Да, не конь стоит. Юрий Викторович, вот с чего начался у вас Мусу Джалиле? Со школы, или знали, со стихотворения, или с фотографии, или с рассказов. Вот с чего он, вот комотик, клуботик, с чего, значит, с какого момента, скажите, пожалуйста. Или вообще не знали его, а потом... Нет, нет, ну как же, мы же в школе учили. Мы же в школе учили. Ну так вот, чтобы это, допустим, коснулось, по большому счету, моего сердца. Это вот лишь только тогда, когда я стал его активно читать, приступив к работе. Скажу по-честному. Ну а школа, это такой проходящий момент, тем более. Не каждый в юности может что-либо до конца понять и проощущать. Дореша, призвать обязательно просто тебе, да. Что мы читали? Лермонтова, и Пушкина, и Толстого, фолианты разве нет? Так вот проходили. А потом уже это совсем другая литература. Все полно и ничего лишнего. А как вы догадались, вот книжечку подчеркнули в эти молодежи? Ну, мальчишки и тетради, ну а как же? Как вы сказали, он там сквозь проволоку идет. Это понятно. Это прямо говорит, что... Это стена, это закрытая крепость, это же он узник. Ну, были разговоры по поводу того, что, значит, там надо сапоги одеть получше, значит, рубашечку получше. Но мы парировали по этому поводу аргументом, что все, что было получше, носили предатели. И вопрос был снят. То есть у вас расшумурованные ботинки, распахнутая, то есть распушивая ботинка, узника, узника. А вот правая рука что означает по вашему? То, как стена валится, как он свободен, он отрывается от стены и не прилипает к ней. Ну, это... Это вот пустовый год. Я силу народа, я душа народа. АПЛОДИСМЕНТЫ И сейчас я предлагаю послушать стихи. Я приглашаю сюда большого друга нашей библиотеки и старского компонентного церва, журналистов, Жирко Смитинова. Добрый день всем. Я бы хотела начать, если вы позволите, тоже о стихотворении из маминской тетради. Я эти стихотворения люблю с детства, не вычитала маму, прямо с малых лет. Оно шуточное, как ни странно. Вот, кстати, очень часто задавали себе вопрос, как, ну, Саджалина, в без таких сложных условиях, психологических и прочих, ну, сумел написать именно вот такого юмористического плана стихотворения, да? Ну, познающие люди, они считают, что, скорее всего, это была попытка отвлечься, попытка, может быть, как-то перенестись, ну, то есть, это было проще перенести вот эти тяготы жизни, потому что именно вот такие вот стихи, даже по признанию еще одного автора, в целом числе, я не вспомню, кого, вот как он говорил, что юмористические стихи, в общем, они пишутся лучше всего в наиболее сложные моменты. То есть был еще один вот такой человек, если я не ошибаюсь, по-моему, я говорю о писателе-фамисе Рулина, вот, а стихотворение, я думаю, что всем известно, называется «Хадыща», я же прочитаю на катарском языке, знаете, наверное, да? Ну, давайте еще раз просто вспомним о силе, да, и о умеществе человека, да, который вот, находясь в такой ситуации, сложнейший, да, то есть он мог еще вот немножко вот так даже намолить, да, это же о чем говорит, о большом, о большой силе характера. Допустим, что происходит, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok